невероятных успехов вот и сейчас создалась вот это вот конкурирующая фирма раньше была фирма под брендом звуевый шпильман час 2 2 бренда у нас есть бренд звуевый бренд шпильман это может как-то изменить судейский расклад ну мы как это с вами увидим по ходу этого сезона да да вот потому что судьи тоже люди как говорится мы в течение многих-многих лет 10 скажем да привыкли воспринимать этот тренерский тандем как единое целое и действительно распад стал шоком для многих ну как в том числе для меня как человек успешно работа в их команде как раз люди думаю что тоже имеют свое мнение на этот счет надеюсь не будут пристрастны дамы надеемся и посмотрим насколько самоценны те программы которые уже они поставили и отрабатывают по отдельности в этом сезоне каждый со своим учеником но сейчас у нас или разводами алексей ситников в том числе сезон тренирующихся в россии александр вузу линей или губу вузу 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 Интересный стиль, я бы даже сказала, не повторимый, наверное, тем более, они всю жизнь катались в Россию и обладают очень неплохой техникой, что как раз позволяет им иметь свой оригинальный стиль. Да, очень оригинальный музыкальный сопровождение. Почти в Польске в Бензии, да? Да, 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 да. Секунды должна длиться короткая поддержка. У меня было ощущение, что на грани вы ее в шестую секунду делали. Ну, да, не засчитаем. Как в момент суды включается секундомер? Ну, точнее, не суды, а физические специалисты. В момент того, как партнерша открывается от льда, нажимается секундомер и, соответственно, останавливается. То есть не в момент фиксации позиции партнерши, да? То есть, а именно вот когда идет... Нет, полностью считается поддержкой с того момента, как партнерша оторвалась от льда. Ну, или партнер. Всех по-разному. Скажу, что мы с этим ребят откатали. Ну, вот уже Яна сказала, что они катались за Россию. Ну, уже просто сезон они выступали за Азербайджан. До этого тренировались у Светланы Алексея и Елены Кустаровой в той группе. Вообще, в Москве такая была серьезная перегруппировка танцевальных дуэтов. Но они ушли к Жулину. Потом... В этом сезоне, перед началом этого сезона, Боброва и Соловьева перешли... Манько Халявин. Не еще раньше, Манько Халявин, да. Вот, то есть... У Александра Жулина сейчас два российских дуэта. Причем, ведь эти два российских дуэта сначала, точнее, Манько Халявин уходили от Кустаровой и Алексеевой. Потому что, как, знаете, объяснение, да, что очень много времени с Бобровым и Соловьевым. А затем Бобровым и Соловьев переходит в группу Жулина в след. По следам товарища. По следам, да. И опять они, можно сказать, друг с другом соревнуются еще и на тренировках. Но вот это в мире конкурентство, наверное, здесь все-таки достаточно полезно. Как показывает историю Курмного Котеля. Ну да, такой спарринг, скажем, на тренировках зачастую помогает спортсменам как-то подвадривает друг друга. И, в общем-то, рассовершенствоваться. Вот Алексей Горфович, мы видим. Всем привет! Олимпийский! Олимпийский, мама, папа. Спасибо, что мы успели. У меня так понятно, что просто-просто не Жульни, не Волковы полетели, да, в Канаду. А поскольку Алексей находится в Америке... По крайней мере, такое объяснение у нас есть. Но я так понял, что как раз Алексей Горфов уехал в Америку и вместе с Рязаном и Ткаченко... Я так понимаю, что он помогает в какой-то мере Шпильманду. То есть он работает в Америке. У меня только такое объяснение, потому что, насколько я знаю, Рязаном и Ткаченко из Америки не вылезают. Они тренируются все время там. Ну, ребята выезжают туда, так скажем, это называется сбор, да, то есть они были летом, потом приезжали на прокаты, далее опять уехали. Я вот и...